Привет, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим закрытую стойку слева. В прошлом видео мы рассмотрели работу ног в закрытой стойке справа и сам удар в закрытой стойке справа. А сегодня начнем уже изучать удар слева. Итак, закрытая стойка слева. Начнем с положения рук на ракетке. Как они должны быть? Какое расстояние между руками? И насколько далеко они должны быть отведены? Руки при замахе, при ударе двухручных слева, находятся плотную друг к другу. И если вынуть ракетку из рук, то у нас получится что-то вот такого плана. Правая рука будет показывать костяшками вверх, а левая будет так же почти как одноручный удар слева у левшей. То есть если вы посмотрите с ракеткой внутри, и опять же я ее выему, то руки будут показывать вот так. Угол может варьироваться индивидуально для каждого наклоном кистей, но плюс-минус это выглядит вот так. Насколько далеко должны быть отведены руки и на какой высоте? Если касательно длины отвода рук назад, то если вспомнить видео, которое было справа, где я ставил мяч под мышку, то можно точно так же поставить мяч под мышку левой руки и отвести руки назад. Это касательно удаленности рук от тела, от корпуса. Если взять длину замаха, насколько далеко должна быть отведена ракетка, то она должна быть отведена вот примерно до ямочки внутри кроссовка, вот здесь, посередине. Она не должна быть отведена сильно далеко, но и не должна быть не доведенной до этой длины. То есть она должна быть доведена до линии. Высота ракетки должна быть на уровне глаз. Верхний обод должен быть на уровне глаз. Опять же, я тоже буду показывать удар, который не плоский, который топ спин, и покажу, как вывести кисть в положение, которое будет вращать мяч. Наверное, проще всего это объяснить, убрав правую руку с ракетки и выполнив левой рукой то же движение, что мы выполняли правой рукой при ударе справа. Опускаю кисть. По-отапно назад-вниз с продвижением руки вперед и поднятием кисти вверх-вперед-в сторону. То есть, по сути дела, вариативную работу будет выполнять левая кисть, а правая рука будет не препятствовать ей работать, выполняя функцию упора в момент касания. Когда вы будете касаться, правая рука будет делать свою работу. Все, что касательно вращательных движений, при двухручном ударе слева должна делать большую часть левой кисти. То же самое, что и справа. Ребро, верхнее ребро, должно описывать мяч, траекторию подвода ракетки к мячу, чтобы ребро заходило ниже мяча. Таким образом, мы сможем придавать мячу вращение. Если ребро будет оказываться на моменте касания выше мяча, то мяч будет лететь в пол. Если мы сможем обвести ребро ниже мяча, то мяч будет приобретать дугообразную траекторию и с наибольшей вероятностью пересекать сетку. Система обучения ударов закрытой стойки справа и слева очень похожа. То есть, вначале вы делаете половину движения на месте, потом учитесь делать целое движение на месте и потом учитесь делать целое движение с добавочным передвижением ног по корту. Как делается замах и полноценный удар закрытой стойки? Ракетка находится перед собой. Примерно верхний обод, когда вы делаете ракетку перед собой, находится на уровне подбородка. Достигается этого не какими-то там сверхусилиями, просто определенным таким как тонусом кисти, который приподнимает угол ракетки вверх. Для чего это важно? Это важно для того, чтобы ракетка, когда была отведенная назад, она была вверху и чтобы изначальный вынос ракетки вперед начинался с того, что вы просто послабляете кисть, ракетка начинает самостоятельно падать вниз и уже к падающей ракетке, к инерции, вы добавляете свое усилие разгона руками, кистями и шаг такой. Итак, я покажу, как делать замах закрытой стойки, на каком этапе выставлять ногу и на какой дистанции руки должны быть от тела в момент касания. Если вы поставите примерно ноги на ширине плеч, вы можете сами это попробовать, и ваши носки будут смотреть ровно прямо, то ваше тело само подскажет вам, когда начать разворачивать носки и когда выносить ногу вперед. доведите руки до положения, в котором телу станет дискомфорт. И вы почувствуете, что ваши ноги хотят сделать так, поскольку есть дискомфорт в коленях, а нога хочет сделать так, чтобы дать рукам больше отвестись назад, достигнув той линии, которую я показывал. После того, как вы замахом отвели ракетку в это положение, вы делаете то, что я уже прав. Левой кистью опускаете ракетку вниз, выводите ракетку в сторону, влево, вперед. В этой точке должно быть желаемое касание мяча. На этот момент можно посмотреть, какое расстояние между ногой и руками в стороне от меня. И вот отсюда левая кисть начинает закрывать ракетку, вслед за ней идет лок, плечо и нога. Полноценный удар примерно выглядит вот так. Повернулся. Так. И пристанавливаемся. Все. Одна из самых главных ошибок, которую мне доводилось видеть, когда люди изучали удар в закрытой стойке слева. Очень многие люди пытаются имитировать правый удар. И при отводе ракетки пытаются выставить ракетку в зеркало. Я покажу, почему это абсолютно неприменимо к левому удару. Когда вы вынесете ракетку, которая вышла в зеркало, ваша ракетка будет смотреть в пол. А струнная поверхность будет полностью закрыта для попадания в мяч. То есть, если вы помните, удар справа, ракетка должна быть зеркалом, удар слева, практически, вебром. Чуть-чуть больше, но это индивидуально, чем вебром вперед. И в таком случае, струнная поверхность открывается максимально в мяч на ударе. Естественно, если вы хотите сделать более крученный удар, вы прикроете, более плоский откроете. Но это можно варьировать левой рукой. Еще то, что очень похоже на правый удар, это концовка удара. Если вы в конце удара, левого удара, выимите ракетку из рук, то вы увидите, как левая рука кистью практически наливает ту же кружечку воды на спину. Правая рука должна остаться вот так. Если вы, например, делаете концовку, сгибая руки на себя, левая ладонь будет смотреть вверх, и это будет несовместимо с выливанием кружки воды на спину. Спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, пожелания. И не старейте на корте.